После 9-ти часового перелета в Таиланд на остров Пхукет, мы поселились в отель на Корон Бич. Летали своим ходом с 29 ноября по 14 декабря. Все две недели океан бурлил большой волной. Года была дождливой, но очень теплой. Дожди непродолжительные и скоротечные. Корон Бич – это две автодороги, между которыми кипит туристическая жизнь. Посмотрев на Корон Бич все самое интересное, мы нашли недорогие, но качественные экскурсии. Цены у всех продавцов почти одинаковые, но нам понравилась именно эта компания. Находится недалеко от круга автодороги слева. На следующее утро мы отправились на первую экскурсию. Все экскурсии начинаются, как правило, рано утром, из-за больших расстояний до просмотра достопримечательностей. По дороге рассказывают много интересного о Таиланде и месте, куда мы едем. Симиланские острова один день – 2200 бат на человека. Есть двухдневная с ночевкой на островах. С материка частного порта Андаман-Си-Сан на скоростном катере около часа, прыгая по волнам Андаманского моря, идем до островов. Симилана – это группа из 11 островов национального парка, основанного в 1982 году. Кто уплывает, потом у нас по программе «Девятый остров Снорклинг» 40 минут на 5. Да, и потом на сам Симилан. Так, алкоголь на острове пить запрещено. 100 тысяч бат штраф. Если есть алкоголь, да, можно отдать его мне. Находятся острова в 70 километрах от большой земли. Острова очень красивы и имеют название, но чаще их называют под номерами. Во время экскурсии предлагают шведский стол, угощают фруктами и напитками. Пласты маски входят в стоимость экскурсии. Я не знаю, как научить иначе. А теперь попробуйте одеть маску. У меня вода попала. Но просто волны идут немножко выплывая по реке. Вид островов прекрасен. Огромные валуны окружают белоснежные пляжи с чистейшей водой. Цивилизация сюда еще не дошла. Подводный мир получше египетского. Богат кораллами и разнообразными рыбами. Можно встретить черепах. На экскурсии мы ездили через день, чтобы везде успеть. Отдохнув денек на корон бич, отправились в очередную на весь день с обедом. Пхукет остров небольшой. 48 километров в длину и 21 километр в ширину. Переезд с Пхукета на материк. И мы в провинции в Ханген-Га. В храме Суван-Куха. В народе храм обезьян. Это место славится лежащим 15-метровым будой. Эту позу просветитель принял перед смертью у озера. Храм известен с 18 века. Вход в пещеру 20 бат. Рядом расположились приматы, которые попрошайничают еду у туристов. Смотреть на обезьян можно часами. Времени на осмотр нам дали 30 минут. Пожалуй, это лучшая забава для туристов покормить обезьян. Макаки предпочитают не только бананы, которые неловко разделывают, но и более экзотические фрукты. Гладить обезьян категорически запрещено, так как у них большие и острые зубы. И они могут сильно укусить, ведь это дикие животные. На каноэ. Далее нас повезли на речку. Сплав на каноэ. В реке и на деревьях попадалась различная живность. Рекоменсация «Пронус» Рекоменсация «Пронус» Рекоменсация «Пронус» Выход в гусram Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но наш слон ушел и кормили мы другого слона Экскурсия на Краби стоит 4200 бат на двоих Краби провинция на юге Таиланда Краби в Таиланде это тихое и уединенное местечко Краби включает в себя около 120 островов Это джунгли, скалы и чистое море с белым песком Сюда приезжает очень много туристов Славится европейским уровнем комфорта По дороге на Краби попадались очень маленькие необитаемые острова Жить на таких островах невозможно А берега сказка, море теплючее Через 55 минут хода на скоростном катере Нас привезли к первому острову Наш гид повел нас в пещеру Лингамов По дороге рассказал историю этого места Сказав, что там можно загадать желание И если оно исполнится, то обязательно надо вернуться еще раз Мы успели посетить пещеру, посмотреть пейзажи Посмотреть на скалолазов И все, было пора на катер Была еще тропинка вглубь материка Но не было времени Краби очень интересное место Час на осмотр пролетел незаметно Через 20 минут хода на катере мы увидели остров Курица Хотя Курица больше напоминает Индюшку Экскурсия очень понравилась Тихо, спокойно, без суеты Всем советуем Были еще экскурсии на острова Пхипхи Остров Джеймс Бонда Хонг, Панак Все для туристов, только плоти Поездка в Таиланд очень понравилась Всем советуем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok